В ответ был сделан ход b2-b3 и сейчас в паре, в партии Карлсона и Крамника очень интересный момент наступил. Давайте посмотрим по ходам, да, что произошло. Кто думает, кстати, из них? А, оба сидят, вы видите, оба они на центральном месте на сцене, в общем, абсолютно заслуженно. Два лидера мирового рейтинга. Напомню, что Владимир Крамник, сейчас у нас седьмой имуриал Таллин? Седьмой. Седьмой, Крамник играл во всех шести, насколько я помню, и выиграл его дважды. Ну, это, конечно, не соответствует его статусу и его великолепной карьере. Магнус Карлсон выиграл этот турнир определенно в прошлом году, а вот до этого выигрывал ли? Я не уверен. Хотя играл тоже почти во всех, почти во всех турнирах. Но мы сейчас не будем так вот перечислять быстрее-быстрее, кто выиграл. По-моему, Магнус один раз выиграл в прошлом году, может быть, первый раз. Хотя всегда играл очень успешно. Даже, я помню, у него здесь шестнадцатилетний мальчик, он еще в первом мемориале, который проводился на Гоголевском булаве. За возраст и за перспективность. Да, да, да. И это было, конечно, вон тогда. Но он и сейчас с папой приехал. И тогда был с папой всегда ездит. С папой ездит всегда. И иногда с сестричками. Иногда, кстати, прижать без папы, а с менеджером. Такое бывает. Но, конечно, значительно реже, чем с отцом. Что могу сказать? Что сейчас очень интересная позиция. Ц5 прошел камер Б3. Вот здесь мы смотрели. Мы обсуждали ход Ц4. Вообще, что делать черным? Поскольку любое. Или надо играть Ц4, нам казалось, или как-то менять структуру, или делать профилактические ходы. И тогда у белых появится время, и в перспективе они получат лучшие шансы. И вот здесь Владимир Крамник поступил, наверное, самым правильным способом. Просто подел ЦД. Ход, вроде бы, это ход связанный с уступкой. Но что делать белым? Еда играть очень не хочется. Конь черного не может. А может быть, ход не такой плохой, кстати. Может быть, он не плохой, но, может быть, и полностью не наперевес. Соответственно, казалось бы, хочется пойти Конь Д4, чтобы развиться. Но этого не произошло. Ход Конь Д4 не был сделан. Очевидно, по причине Конь Ц5, наверное. По причине просто Конь Ц5, потому что тоже развиваются... И куда поставить Ферзя? На Б1, на Е2? Каждое отступление имеет свои недостатки. Например, на ход Ферзь без Е2 у К3 вообще может пройти. И вот Ферзь от Реша. А может быть, даже если вы, например, пойдете там, скажем, Ферзь Ц2, то у меня есть, как мне кажется, довольно-таки простой ход Конь Е6. Ну, тогда, да, меняются Ферзи, Черный захватывает линию. Ферзи меняются, там, как бы, лучше не получить, да, Черный. Вот. То есть, так или иначе, этот ход не был сделан. Ферзь Д4, то есть, фактически, Белые не развились за счет Черных, потому что было сыграно немедленно Конь Ц5. Вот удар от Б3, время нужно терять снова. И Ферзь Д1. И Ферзь А6. Ферзь выходит на очень активную позицию. Вообще, если посмотреть вот на эту позицию, то мы увидим, что у Черных просто все фигуры развиты, просто все, вот. А у Белых пока ни одной. Ну, у Черных, конечно, изолированная пешка. Это, вроде бы, недостаток. Но, с другой стороны, при игре по белым полям, а при наличии чернопольного слона Белых и ослабленных Белых полях, действительно по белым полям Черные играть могут, в случае рейкировки, наверное, Конь Д3, а потом Латя Ц8. В любом случае, по Тарышу, вот эта позиция, если просто посчитать темп и посмотреть, как роскошно стоят все Черные фигуры, и остается ему буквально ввести там ладью по линии С, по линии Е, то есть мы увидим, что очень сильно опередили Черные в развитии, и поэтому Магнус Карлсон теряет еще один темп, как бы, для сочи зрения. И ходит Конь Ф4, выводит Коня на активную позицию. Прикрывает Конь Д3, это главная идея. Но теперь белые не могут сделать ракировку по кодексу, поскольку ферзь А6 контролирует поле Ф1. То есть у белых есть очень медленный план усиления, они должны пойти на слон Б2, Б4, ферзь Е2 и получить чуть лучше нюшпиль. Но после слона Б2 появится уже угроза или идея взятия на Ф6. А играть Конь Ф6 и Е4 при устойчивой структуре белых тоже не очень хочется, поскольку пешка Д5. Во-первых, по-две сайта, во-вторых, ферзь Д4 всегда. Ферзь Ж4 или Д4. Но вот мы успели немножко с Сергеем обсудить, смешной вариант. Не верю, что мы его здесь увидим. Но тем не менее. Ну, G5, мне кажется, ход не такой хороший. Давайте сделаем нехороший ход. G7, G5. Ну, вот единственную фигуру нашли, у белых активную, развитую, и попытаемся ее немедленно... Уйти нельзя этой фигурой за Конь Д3 шаг, и наверняка у Черного будет хорошо. Съесть пешку нельзя. Ну, Конь Д3 шаг просто выигрывает. Конь Д3 шаг выигрывает партию, да. Съедим еще на Д5. Правда, можно было вверху жертвовать ферзя, взять на Ф6, потом шагом. Но это невероятно. Это так не бывает. Значит, ну, разумно, опять же, то, что кажется страшным, это сделать ход слон Б2. То есть, регонорировать обороты собственному коню и напасть на этого коня, потому что после слон бьет Ф6, есть ход Конь Д3. И вот здесь вот надо посмотреть и попытаться оценить. Возможно, сейчас этим занят Владимир Крамник. То, что мы показываем, выглядит как форсированный вариант. Есть один момент, правда. После короля Ф2 есть ход Конь бьет Ф2. Вот, может быть, действительно позиция любопытная. Так она любопытная. А, почему у нас все оборвалось? Неужели мы получили какой-то ход? Нет, Володь по-прежнему думает. Давайте вернемся в этот вариант. Г5, слон Б2, например, ЖФ. Ну, наверное, слон Б2. То есть, на это хочется пойти. Угрожает фирже 4 мат. Страшно. Угроза очень сильная, кстати говоря. И защититься от нее просто куда-то уйти невозможно. Можно пойти в Конь Д3. Теперь, если можно или пойти на Ф1 по здравому смыслу, или на Д2. Ну, на Ф1 подставится под шахи. Хотя, какие шахи? Конь Б2, Ферзь Е2, у белых явный перевес в окончании. Да, да. Конь Б2, Ферзь Е2 не годится, наверное. Ну, если король Д2, то Конь Бет Ф2. То есть, король Д2, кажется, что просто здорово было бы у белых, если бы не было входа Конь Ф2. Но после Конь Ф2 нужно думать. Нужно думать. Значит, есть с одной стороны ход Ферзь Х5. Нет. Нет, Конь Е4 шах. Конь Е4 шах, да. Правда, там белые дают В4 шах в главном варианте. А мы можем еще где-то спать Ферзь Е2. Да, Ферзя потянулось. Нет, это не то для белых. Не то для белых, да. Значит, а что остается? Король Ф1 есть у вас. Ходить, король Ф1 вот здесь вот. В этот момент. И вот здесь, да, надо понять. Очень интересная позиция. Если она произойдет, конечно, будет еще вдвойне интересно. Но здесь можно... Конь Б2 явно не то, Ферзь Е2 еще конь потеряется. Конь Б2 плохой, да. Воспроигрывает после Ферзь Е2. Конь потом не выйдет. Значит, нужно что-то еще искать. И вот есть ли это что-то. Ну, что-то можно, конечно, Конь Е5 сыграть. Тогда все равно Ферзь Е2 в горах перевес. Как ни странно. Да, побить, давайте покажем для самых маленьких наших слушателей, нельзя. Потому что белые пойдут Ферзь СЖ4 и дадут следующим ходом мат. Значит, игнорировать эту угрозу затруднительно. Все-таки угроза мата достаточно сильная. Значит, предположим, пойти Конь Е5. Ну, после Ферзь Е2, например, разменялись. Если разменялись, да. Ну, здесь Конь еще под ударом. Нужно отвести его куда-то. Ну, я не знаю. Плохо, нет. Это плохая позиция. Ну, белых явный перевес. Белых явный перевес, да. То есть, Крамник должен оценить последствия. Если он ходит Ж5, он должен, как минимум, оценить последствия вот этих вот ходов. Слон Б2, взятие, 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 шах и король Ф1. Видимо, ход лучший. Видимо. Ну, на Е2 есть тоже ход, но все гораздо больше возможностей. Больше возможностей, да. И перекрывается диагональ. Нет угроза Ферзь Е4. По всем параметрам Ферзь Е2 хуже. Ферзь Е2 не проходит, мы уже установили за Конь Е2. Да, но вот здесь как раз уже, наоборот, надо смотреть, в чью пользу позиции есть. Я не вижу даже, кстати, ходов, особенно за черных. Вряд ли Владимир пойдет сюда, потому что, действительно, для любого чего-то грубого такого сильного. Ну, ход Владимир С8 не рассматривается. Не, но мог быть Ф3. Нет, на Ферзь Ф3 что дальше-то? Ничего не добавляется. Конь Ф4 шаг после этого. Да. То есть поле появилось. Было поле. Давайте посмотрим. А, Марк, можно Конь С1 сыграть. Не надо Ф3. Конь С1. Ничья. Конь С1 это ничья. После король Е1. Король Ж1 играть бессмысленно из-за Конь Е2 шаг. Как минимум, повтор. Ну, как максимум, может быть, что-то еще. Ну, не надо как максимум белого. Может быть, Ф3 пойти? Почему нет? Посмотреть. А что это дает дополнительно? Может быть, да. А может быть, я хочу выиграть? Вот не хочет. Конь Ф4, да? А это что? Игра на выигрыш? Ну, Ферзь Ф3. Ну, ЖФ не хочется. Хотя тоже Владимир С1 появляется. Нет. Ну, там черные гарантируют себе ничью, мне кажется. А может, я ошибаюсь? Ну, пока Ферзь Ф3. Почти первый прикидываю. Теперь уже белый король может передумать и пойти на Д2, если его будут шаховать по схожей схеме. А вот в том варианте, который мы рассматривали, то есть Конь Ф1, видимо, повторение ходов. Ну, да. Здесь не так видно, что можно придумать. Здесь можно делать шахи. На Д2 нам уходить не хочется, как мы уже смотрели после хода Конь Ф2. Ну, можно поставить позицию, вдруг мы что-то зеваем, но я думаю, что правильно оценили основные последствия. Во всяком случае, вот этот ход, собственно, я напомню нашим дорогим слушателям, что этот ход появляется только после хода Ж5. Хода совершенно необязательного. Но плюс его в том, что он как бы некоторым образом форсирует игру. Уходить Конем плохо. Пока Конь стоит на Ф6, особенных угроз нет. Другое дело, что, опять же, вот на слон Б2 уже можно смотреть еще какие-то варианты, не обязанные. Альтернатива есть у Берла? Ход Ферзь З4, например. То есть я подозреваю, что... Да, возможно, есть и вполне альтернативные какие-то продолжения хотя Ферзь З4. Не смотрится, не очень смотрится, скажем так. Ж5 грубовато, да? То есть ход-ход. Нет, Ферзь З4 не очень смотрится. Ж5-ход смотрится. Мне казалось, что это явно не то, но тактически неправильно мы оценили ситуацию. В первом начале конь Ц1 не было видно. Да, да, да. Без конь Ц1 на Берлах лучше, конечно. А так... Ну, вот видите, сейчас Володя, весь в расчетах. И объективно говоря, вот если посмотреть на эту позицию таким взором каким-то не свежим, не знать предыстории, я бы, конечно, играя выбрал сторону черных. Не знаю, как вы, Сергей. Все-таки кажется, что где-то должно что-то... Ну, то есть ощущение такое, что белые сделали в дебюте немножко не то что-то. Может быть, это не то всего лишь будет достаточно, скажем так. Для того, чтобы черные легко решили дебютные проблемы. Сделали ничего, может быть, больше. Вот есть ли больше? Ну вот, если отвлечься, давайте сейчас отвлечемся от наших многочисленных вариантов. Вот посмотрим какой-то такой... А со временем что? Более человеческий ход. Ну, по времени нормальный. Еще час времени. И Володя, вот видите, взял чайник с чаем. Я думаю, что он думает как раз над этим ходом. Вот. А Магнус налил в бутылку из-под воды сок. Вот Магнус всегда приходит с соком. Видите, это на самом деле там какая-то вода с соской. Он налил туда сок. Хочется думать свежевыжатый. И все равно выглядит очень уставшим. Вообще, у Магнусов очень часто такой вид зевает бедняга. У него очень часто... Белометоничный. А на самом деле внутри головы происходит совершенно удивительное событие. Много всего, да. Ну, вот здесь вот если взять черный... Ну, давайте посмотрим такой ход. Например, D4. Ну, хочется центр вскрыть, в конце концов. Развитие у меня прекрасное. Прекрасная идея. То есть идея прекрасная. Вопрос? Просто проходит или нет, да. Может, проходит. Ну, B4 есть ход, опять же, не строго обязательно. Но хочется прогнать конец опять, откуда он прыгает и на B3, и на D3. Давайте сейчас покажем, что ED просто, ну, даже не особенно будем показывать. Владея Е8. Владея Е3. Думать надо. А, то есть к кислоней Е3 есть ход, да? Нет, это не конец варианта, это начало всяких. Да, да. Нет ни хода конь G4, ни хода конь D5. Ну, это поход ты по ладея D8. Не знаю, по-человечески, по-нашему по-человечески, конечно, тут вопрос... Вот. То есть на D4... То есть выбор есть еще. Да, потенциально еще какой-то есть ход. Следующий вариант тоже имеет смысл. Верх D4 просто нельзя из-за конь B3. Кажется, так все. Да, здесь конь B3. Здесь слабости и черных нет, поэтому... Слабости и черных нет, да. Ничего не грозит. Вот этот ход тоже выглядит вполне естественно. Ну, здесь вот слон B2, например. Да. Вот эта тема, я думал. С идеей взять слоном на D4. Да. И здесь вот надо понимать, что... Взятие на E3 и взятие на F6. Взяли на F6. Ну, там не мат, в общем-то. Не мат после взятия. Да, после того, как не в слона, там не мат, да. А у нас... Можно промежутки взять на F2. А можно и не брать, кстати. Или обсуждать какие-нибудь... Вдруг хочется конец бить, но это невозможно. Нет, подождите, так я же могу побить. Все. Конь E4, конь бьет F6. Конь E4, конь F6. И выигранная позиция. Да, выигранная позиция. Да. То есть это не годится. То есть не годится. То есть ход D4 тоже заслуживает в... Нужно брать на D4. Но есть вообще выбор. Выбор. Нет, нет. То есть как классический шматист у Владимира должен предпочесть ход D4. Да. Но я знаю, что иногда бывает из этого правило исключение. Да, 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 да. Володя вообще за последнее время очень изменился. И вот после того, как его постигла неудач в Казани, он выиграл, я напомню, три турнира с мая месяца. Причем там было два... Ну, один турнир он обязан был выигрывать, куда он поехал в Швеции. А вот два турнира он выиграл очень серьезных. Один турнир в Лондоне. Набрал плюс четыре. Пробил фантастическую планку для 800. А перед этим он еще выиграл хороший турнир в Дортмунде. Ну, так, по обыкновению, десятый раз. То есть, и он очень заострился. Он очень стал иногда играть очень... Вообще, он не только... Конечно, идет отверстия полосами, периодами и так далее. Но когда он ощущает вот потребность в борьбе... Вообще, вспоминаю его молодого. То есть, он чем отличался? Вот в возрасте 16 лет впервые он блеснул и как-то себе заявил громко на Всемирный шахмат Олимпиаде в Мане. И в 92 году тогда шли разговоры, вот можно ли такого молодого шахматиста, который ему 16 лет, который не показал еще никаких выдающихся результатов брать команду. Но тогда Гарри Каспаров сказал, что если мы хотим выигрывать Олимпиаду, то надо брать Крамника, он там вырубит хвост, и вообще вопросов нет. И, в общем, он пролоббировал, проломил сопротивление отдельных чиновников и включил команду Крамника. И Крамник набрал там... Он сделал одну... Да, по 8,5 из 9. Да, по 8,5 из 9. И более того, самое интересное не это даже, а то, что почти все члены команды... Ну, я там работал с Каспаровым, так сказать, персонально. Отдельно. В стране, да. Почти все члены команды приходили к Владимиру, чтобы он давал свою, так сказать, какую-то визу. Вот он... сыграть вот это или это... Они советовались, куда пойти. И Володя обладал удивительной эрудицией. Причем эрудицией не то, что он знал очень много вариантов. Просто он понимал всю дебютную теорию. Он понимал все дебюты. Вот его оценка... Ну, конечно, такой авторитет, как Гарри Каспаров, но он по-другому подходил вообще к обработке данных. А что касается Володи, 16-летнего, подчеркну, то он вот именно как мэтр такой, как Эддак и Капабланка. Его понимание, его представление... Вот такое вот сродство с позицией, чувство шахматной гармонии невероятное. Он каждую позицию чувствует всей душой своей. Да, да, да. И понимание, конечно, да. Шахматист вообще, мне кажется, что несмотря на все свои, так сказать, успехи феноменальные и многолетнее чемпионство, и победа над Каспаром, шахматист может быть по-прежнему в общественном сознании недооцененный. Недооцененный. Ну, может быть, сам, конечно, недовыигрывал, недораскрутил себя, и поэтому он недооцененный. Потому что потенциал вот такой вот, ну, можно сказать, творческий, можно какие-то другие эпитеты использовать, но он гигантский. И это чувствовалось вот в таком вот юном возрасте. Причем потом был чемпионат Европы, где он уже играл на второй доске за команду России, вырубил эту доску уверенно. И вот я помню, то есть, что в нем производило впечатление, конечно, огромное. То, что его стиль был действительно универсальным. Он играл именно так, как того требовало позиции. Вот это вот сродство, отсутствие перекосов в этом пункте удивительное. То есть, он мог просто начинать перегруппировать фигуры. Он мог пожертвовать позиционную пешку, прорваться и там разгромить постепенно. Не сразу. Это сразу могло быть неочевидным. То есть, вот такой вот этот молодой график... Ну, вот и сейчас, мне кажется... Возвращается. Да, возвращается. Может быть, он об этом и думает. Бывает такое, что, предположим, мы не знаем о точном, но, предположим, он думает над естественным, не требующим суперрасчетов хода D4 и на требующем конкретнейшего расчета хода G5. И вот он думает именно не о том, что мне приятнее пойти до 4 рукой, а именно вот требования позиции. Может быть, позиция требует насилия, а может быть, нет. Ощущение такое у меня сейчас складывается, что и там, и там белые держатся. Но сильнейшая сторона черная. Да. У меня тоже такое впечатление, да, что хочется играть черными, все-таки вот есть какие-то правила, все-таки доктор Тарош, он понимал это дело. Ну, это вот разыграл Володя, в общем-то, но в строгом соответствии с классическими экономами. На меня произвел впечатление сильный ход CD. Может быть, нет никакой хитрый ход, но это мудрое решение по-настоящему оставить себе изолированную пешку, пойти на такое вроде бы ослабление, но зато черные кони прыгают, черный ферзь идет куда надо, и появляется динамика в позиции, а иначе все-таки белые немножко сильнейшей стороной оставаться, теперь черные. Давайте, мы видим сейчас Володю, да, Володя задумался, он не оптимально себя чувствует. Может, он не видит выигрыша. Да, может быть, он не видит преимущество. Да, да, да. На 16-го хода черный не видит преимущество. Давайте посмотрим... С Макмусом Карссоном. Да, ну Карссон, кстати, на новом парте. Давайте посмотрим вот эту более такую веселую пару, Аронян, Накамура. Так, что там случилось за это время? Ничего не случилось, кстати. Б4, слон Е6. Ну, действительно, ничего не случилось. Нет, это все типовые ходы. Ладья Е8, Б4, слон Е6, ладья Е1. Ну, ладья Е1 ход на все случаи жизни. То есть ладья подтягивается на поле Е1. Иногда, скажем, когда белые проведут Е4 с идеей Д4, вскрыть все, а белые великолепно отмобилизованы. Они более гармонично расположены по фигуре белых. Так вот, после Е4 и Е4 может при ладьей на Е1 заслужить внимание ход ЖФ, который при другом положении ладьи менее убедителен. Скажем, вот такой маленький аргументик по ходу ладья Е1. Ну и вообще, вот здесь какая-то странная немного ситуация, потому что Леон Араньян где-то гуляет, отдыхает на... Отдыхает, просто отдыхает. Ну, он уверен в позиции, он знает позиции. Он знает позиции. А Хикару вживается в нее, пытается сейчас оценить нюансы. На самом деле, ничего плохого, естественно, не произошло ни с одной стороны. Совсем недавно мы все это видели. А сколько времени потратил Хикару? Потому что впечатление такое, что Левуд делает ходы быстро, или быстрее, во всяком случае, чем соперник. То, что он лучше чувствует, знаком с позицией, это бесспорно для меня. А что касается, вот как отражается на времени, и вообще, как пытается решить эту фигуру, позицию Хикару? Потому что он шахматист очень конкретный, конечно же. Шахматист с богатой динамической фантазией, но очень конкретный. Ну да, но в данном случае, не знаю, насколько можно говорить о какой-то конкретике. Белые затевают затеей, на самом деле. Ход Е4 вряд ли за черных когда-то возможен. А других возможностей прорыва нет. Ну, против слона сыграется опять. Все-таки черные слабейшие стороны, ведомые, скажем так, они должны плыть по течению и быть готовыми к проявлению активности в той или иной форме со стороны белых. Субтитры сделал DimaTorzok